Здравствуйте, уважаемые подписчики этого канала! Сразу с первых шагов нашего общения хочется сказать о том, что вы сейчас имеете дело с лавиной информации, которая настолько разнится, что вы сбиты с толку, определяя, достоверная она или недостоверная, кому верить, чему верить, тот не прав, этот прав. Это потеря времени, она вам не нужна. И по этому поводу у меня есть предложения, и очень полезные для вас. Давайте посмотрим на это вот так. Если рассматривать каждого человека в отдельности, то что полезно одному, то вредит другому. И поэтому каждый из нас прав. И каждый человек, и я в том числе, выражает себя как может. И в этом огромный плюс для всех нас. Однако мы должны понимать, что мы представители разных галактик, разных созвездий. И каждый развивается в своем ритме, со своей скоростью. Поэтому надо научиться уважать любую жизнь. Отказавшись от своего мнения, мы позволяем свободу самовыражения другим. И таким образом становимся сами свободными. Еще раз отказавшись от своего мнения. Поверьте, что ваше мнение никого не интересует. Выразите себя. Разрешите всему происходить естественно, не давя своими физическими телами, а заходите на территорию новых миров сами, со своей способностью, со своими потенциалами чудесного преображения. Все до одной сказки доказывают вам вашу чудесную способность, которую надо раскрыть и использовать для себя. На этом канале я больше предлагаю действовать из своего внутреннего состояния, из своего источника, из слияния с вашими высшими потенциалами. Но однако, посмотрите по просмотрам, скорее больше все смотрят, все, вот поверьте, все, на внешнюю сторону медали. Но вы же помните, у монеты две стороны. И они должны быть сбалансированы. А когда вы больше уделяете внешнему, а что там, а что там, а внутренне вы не развиваетесь, то вот поэтому все происходит. И те, кто уже имеют детей, знают, как трудно привить ребенку нравственные потенциалы, нравственные принципы. Да еще после нелицеприятного влияния коллектива детей в детском саду или в школе. Потому что ребенок уже отравлен агрессивным настроем и более чистого воспринимать не может. Не в состоянии. Так и у нас с вами сейчас. Мы отравленные всевозможными социальными и политическими эгрегориально-матричными низкочастотными токами. И воспринимать чистую информацию мы не можем в полном объеме. Поэтому отторжение, неверие и агрессивность. Но ввиду того, что изменения все равно идут, то рано или поздно все для всех произойдет в достойном для каждой души варианте. Вопрос только, в это воплощение я синхронизируюсь с высокочастотными токами или это произойдет позже в других воплощениях. После очередных непростых испытаний и уроков, и опытов. Но вы всегда будете помнить, что возможность преображения у вас была всему свое время. Но для тех, кто желает в это воплощение освободиться от влияния низкочастотной матрицы, я выкладываю на этот канал ту информацию, которая быстрее и легче по линии наименьшего сопротивления через свое родное устремление и свою чистоту приведет вас к большему преображению и естественному вознесению в пространство света. И уже сейчас, в настоящем моменте, здесь и на планете. Те, кто желает и кто настроен на качество своей жизни, вы попали в нужное время, в нужное пространство. Ничего доказывать я никому не собираюсь. Ваша жизнь принадлежит вам. Снова и снова, повторюсь, перестаньте бояться. Включить, просто в один раз включите программу то, что мне полезно для моего преображения, пусть воспринимается мной. Все, что вредит мне, пусть рассеется. Я желаю любви и света. Я выбираю жизнь в мире. Вам нечего бояться. Понимаете? Нечего. И когда вы получаете какую-то информацию, не бойтесь, правдивая она или неправдивая. еще раз, вам нечего бояться. И некого бояться. потому что, если вы определились, что вы желаете жить в свете, то вы уже попадаете. Ну, может быть, какое-то время пройдет. Не важно. Но вы попадаете на четвертое измерение. От него постепенно вы попадаете на пятое измерение. У вас еще есть время для преображения. И есть ваши потенциалы. И есть все, чтобы ваш замысел совпал с замыслом светлых сил. Не надо никого бояться. Не надо бояться негативной информации. Не надо бояться никакого ментального. Да, идет ментальное влияние. Идет, чтобы вы остались в низкочастотной энергии. Ну, так не оставайтесь в ней. Хотя бы произнесите, скажите, да, я желаю жить в свете, любви и мире. И сегодняшний день проявит вам ваши возможности, когда ваши слова перестанут быть словами, а станут реальным действием и раскроют ваше могущество и понимание, кто я есть. Вот такой сегодня удивительный день. Вот такую я вам интересную работу предлагаю. Внутреннюю работу. Я буду зачитывать вам текст и сразу работать с ним и с вами. Вернее, с теми из вас, кто желает саморазвития. Еще раз повторюсь, что мы будем сейчас работать на внутреннем мире, чтобы уравновесить внешнюю и внутреннюю жизнь. О которой, собственно, я и говорю в каждом видео. Я всегда говорю, что я никуда вас не веду. Вы идете сами, к себе. Если это видео будет полезно одному человеку, это будет достаточно. А если двум, то это будет уже даже много. Но после этой работы у вас отпадут многие вопросы и придет ясное понимание происходящего. Ну что, уважаемые, приступим? Итак, тема сегодняшняя будет Галактическая Луна. Но вместе с этой темой я буду говорить коллективная работа. И дальше вы уже должны синхронизироваться с моими предложениями. Если вам этого хочется. 7 февраля начался новый 28-дневный цикл по календарю Майя, который называется Галактической Луной. Это 8-ая из 13 лун месяцев майянского календаря. В 7-ой резонансной Луне мы сонастраивались с Божественным миром на вдохновение и регенерацию. Галактическая Луна время для интеграции того, что мы получили в резонансной сонастройке. Это время для целостности. Мы собираем воедино единичные фрагменты подобно звездным скоплениям в галактике, которые образуют Млечный Путь. Коллективная работа. Я дочь Божья Лора. здесь и сейчас имею потребность интегрировать и все аспекты своей души. Извините, я здесь и сейчас желаю интеграции всех аспектов своей души. Я желаю целостности и я собираю воедино единичные фрагменты своей личности и сонастраиваюсь со своим близнецовым пламенем. Благодарю все миры, благодарю себя. Читаю дальше. на галактической луне мы берем в руки себя и нашу окружающую среду. Это теперь важно, поскольку в резонансной луне сообщения звучали, как земля дрожит, а небо падает. Мы стояли в стороне, это пугало нас. В первые шесть лун года мы сделали тяжелую работу, чтобы получить ресурсы для нашей цели. На прошлой резонансной луне произошло замедление. Это было подобно потере ветра под нашими крыльями. Сдвиг к замедлению дал нам возможность принимать сигналы от гораздо большей дуги, простирающейся далеко в галактике. От нас не требовались самостоятельные действия, которые мы делаем порой нечеловеческими усилиями. Наша задача, как у стрелка, замереть и настроиться на мишень. Чем мы более безмятежны, тем лучше мы сливаемся с движениями формой и целью. я здесь и сейчас в настоящий момент коллективная работа я здесь и сейчас в настоящий момент безмятежно сливаюсь со своими движениями формой и целью. Благодарю все миры, благодарю себя. Мы не должны мчаться к вершине гребня или толкать воду, чтобы сотворить волну. Скорее, мы не обременяем нас чем-либо, что могло бы нарушить нашу гармонию с силой и грацией замедленного движения. Выравнивание с естественным временем должно сопровождаться свободой от самомнения. Я здесь и сейчас в настоящий момент коллективная работа. Я здесь и сейчас в настоящий момент выравниваю себя с естественным временем. Благодарю всех миры, благодарю себя. Оно приходит с волной, которая является просто другой версией или видением Бога. здесь неуместны размышления. Я думаю, что я могу, не надо ни о чем думать. Это все игра ума будет. Вы синхронизируетесь с естественным временем и это другой фильм, другая версия, понимаете? Вы делаете квантовый скачок на другую волну, в другую параллельную реальность. Вам заниматься самомнением по поводу того, что было. Все, вы совершенно новую, ушли на другую ветку дерева. Резонансная луна показала нам выгоду выравнивания с божественными силами, когда мы были переполнены ясностью и вдохновением. Мы, возможно, запаниковали в начале замедления, но надо надеяться, мир, который мы получили от этого ослабил наши страхи. Мы чувствовали, что материализм рушится вокруг нас. Галактическая луна наполняет нас глубоким смыслом. Еще раз повторяю, это все происходит с 15 числа по по-моему 20 какой-то там. Вот сейчас это надо делать. Галактическая луна наполняет нас глубоким смыслом. Аспекты нашей жизни разваливаются вокруг нас, но мы не забываем помнить направление, куда нас направила рука Бога в течение многих лет. У нас нет времени для занятий, которые не служат нашему высшему благу. Я, дочь Божия Лариса, здесь и сейчас выбираю все программы, которые служат моему высшему благу. Еще раз, я синхронизируюсь с естественным временем и выравниваюсь с ним. Благодарю всех существ, благодарю все миры. Мы перестаем быть одинокими, раздавленными, сосредоточенными на собственном самосохранении и идем рядом с теми, кому намного труднее, кто еще теряется в пространстве травм, оставленными другими, уже ушедшими душами. Тотем галактической луны ястреб. Он, как и сова в четвертой луне, дает нам живое видение сверху. Вы будете видеть все сверху, ясно. Сама сова помогала нам, это 18-е, 10-е, по 14-е, помогала нам увидеть в темноте контуры изображений, которые рисовали наши мечты и интуиция. Ястреб теперь, с 15-го числа, позволяет увидеть общую картину нашей жизни при свете дня. Ястреб необыкновенно зоркая птица, он летает высоко в небе и с высоты полета обозревает огромные просторы, но одновременно видит мельчайшие детали на Земле и способен мгновенно на огромной скорости спикировать в нужном направлении. Мы можем в это время моделировать и видоизменять любой малый или большой аспект существующей действительности до высшего галактического образца. А теперь, пожалуйста, внимательнее. мы с вами как вот змея держит собственный хвост, помните картинку такую, да? Имеем свое развитие каждый и возвращаемся, как на хвосте, помните, я им говорила, на хвосте возвращаемся к своему истоку. Поэтому, если у вас есть понимание, что вы возвращаетесь к собственному свету, к собственной потенции, к собственному вашему потенциалу, то каждый из вас имеет свой внутренний мир. Что это за внутренний мир? Когда вы его раскрываете, вы становитесь, вот как на многих картинках вы видите, вы становитесь хозяином своей жизни, хозяином своей планеты, своей солнечной системы, своей галактики и своей Вселенной. И по мере того, как вы расширяете свое сознание, вы выстраиваете эти миры. вот сегодня я вам предлагаю выстроить свою Вселенную с новым вашим восприятием, с новыми вашими потенциалами в мире любви и радости. хозяин своей Вселенной. И вот у каждого из нас, у каждого своя Вселенная. Но вместе эти точки составляют целый каскад Вселенных. И вот каждый из вас мастер и строитель собственной Вселенной. И вот какую вы ее построили, вот в таком мире вы и живете. Если вы не построили, то естественно вы живете только внешним миром. И он вам отображает весь бардак, который вы не хотите привести в порядок. Не хотите сказать свое слово. Поэтому те, кто сегодня выстраивает свою Вселенную, что в первую очередь вы чего лишаетесь? Вы лишаетесь хаоса, вы лишаетесь страха, вы лишаетесь бесконечных каких-то условностей, которые вам навязывает внешняя картинка. Вы становитесь режиссером, хозяином, ответственным за свою жизнь, за свою Вселенную. Вот в моей Вселенной царит не инфракрасная энергия, энергия низкочастотная, в моей Вселенной царит ультра, ультрафиолет, ультакрасная энергия, высокочастотная, ультра. Я сонастраиваюсь с светом, во своей Вселенной я сонастраиваюсь с миром, в своей Вселенной я сонастраиваюсь с любовью, в своей Вселенной я сонастраиваюсь с чистотой, гармонией, красотой, точностью, изяществом, лёгкостью. Если вы пожелаете выстроить как творец свою Вселенную, то внешние проявления трёхмерных миров на вас перестанут влиять. Ни о каком страхе. Вот смотрите, я в своей Вселенной могу, например, искупаться в вулкане. И мне не страшно. Я Вселенной в своей могу спуститься на дно океана и побыть в храме с дельфинами и китами. Я в своей Вселенной могущественно, понимаете? Ну а теперь ещё с этого числа ястреб, необыкновенная зоркая птица. Он летает высоко в небе и с высоты полёта обозревает. огромные просторы, но одновременно видит мельчайшие детали на Земле и способен мгновенно на огромной скорости спикировать в нужном направлении. То есть практически вы мгновенно можете в своей Вселенной, на своём внутреннем мире отыскать всё, что вам не подходит. Любую мелочь, любую деталь. И вам теперь, если вы творец, не надо пользоваться чьими-то поддержками, чьим-то участием. Вы в состоянии сами исправить то, что вам не нравится. Мы можем в это время моделировать и видоизменять любой малый или большой аспект существующей действительности до высшего галактического образца. Иногда мы даже должны совершить набег или внезапный налёт на курятник, чтобы попотрошить его. Да иногда мы охотимся на тех, кто склонен бегать кругами, в кавычках, с отрезанными головами. Исключительно потому, что у нас есть большое видение. Если в прошлой резонансной Луне мы чётко могли осознать наши убеждения и верования через сонастройку с Божественным, то в галактической Луне мы определяем, живём ли мы согласно своим убеждениям. Так ли живём, вопрос? Да, именно так. Пусть этот вопрос будет с лакмусовой бумажкой для деятельности каждого дня. Вот почему здесь всегда во всех, на всех сайтах, на всех, какую информацию где получаете, говорится о преданности самому себе. Потому что ваши убеждения, которые были вчера, понимаете, вот вчера, вот почему вы говорите, вот он там прав или там неправ. Но вы же поймите, что человек меняется. Он ушёл чуть вперёд, его все убеждения, всё сместилось к какому-то другому центру. Понимаете? поэтому и вы будете меняться. Вчера вы были одним человеком, утром вы проснулись уже другим человеком. За ночь проходит огромный объём работы. Если вы ночь проводите в кристаллах Земли, ну вот на утро какой вы человек просыпаетесь? Другой. Вы сонастраиваетесь с другими частотами, с другими токами. И так постепенно вы себя видоизменяете. И, естественно, ваша информация будет тоже видоизменяться. как в одну, кстати, сторону, так и в другую. Вот почему на этом канале я делала фильмы как триада. Потому что, когда вы находитесь в триаде, у вас более гармоничная жизнь. Итак, продолжим. мы должны объединить весь наш прошлый жизненный опыт в перспективу целостности. Я здесь и сейчас объединяю весь свой прошлый жизненный опыт. Вот поймите, если он был негативный даже для вас, это не важно. Но вы, имея негативный опыт, уже второй раз это не захотите делать. А вы многие, многие от него отказались. Не подходит. Так вот, принять все, что было вашим, вот это как раз очень такое дело щепетильное. так вот, мы должны объединить весь наш прошлый жизненный опыт в перспективу целостности. Я здесь и сейчас объединяю весь свой прошлый опыт жизненный в перспективу целостности. а значит, я обладаю неизгладимой личной силой для уважения, помощи и исцеления тех, кто пока еще сломлен и не успокоил свою душу. То есть, ну, практически вы сейчас объединили в целостность себя. В нашей годовой волне мы быстро поднимаемся к пику. Все, что нам нужно, просто быть согласованными с импульсом ангелов. Эти эфирные существа помогают нам чувствовать корни крыльев, которые однажды поднимут в нас. Ангелы стараются всколыхнуть наши сердца, чтобы в конечном счете организовать наш полет ввысь. Мы должны чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы достичь окончательного разрыва волны при ее падении. Поэтому мы объединяемся сейчас в общей подготовке к освобождению. Еще раз возвращаемся к своей внутренней части себя. Все, что я делаю на внутреннем мире освобождаюсь, очищаюсь, восстанавливаюсь, выстраиваю свою вселенную, любые слова, какие хотите, это все потом отображается на внешней картинке. Потом на внешней картинке. Поэтому если ваша душа находится в мире, в спокойствии, в безмятежности, в гармонии, в чистоте и красоте, если вы что-то отловили у себя, то, что вам не нравится, пожалуйста, ультрафиолет, пожалуйста, ложитесь спать в ультрафиолете. Представляете этот цвет? Ложитесь в кристалла спать. Вы выстраиваете сами свою вселенную. Вы хозяин своего богатого внутреннего мира. Вы раскрываете свои потенциалы. Вы ответственны за свою жизнь. Все, что вам в ней нравится, приумножайте, расширяйте. Нам сейчас дается все для того, чтобы мы расширили свои горизонты. Мы сейчас практически живем в сфере. Сфера. Не плоское трехлинейное пространство, а сфера. Поэтому каждый выстраивает свою сферу, свой внутренний мир, свою вселенную. Я не говорю даже про галактику. Вселенную вы выстраиваете. Вы строитель собственной вселенной. кого вам там бояться? Возьмите и скажите, что в моей вселенной мир. Как туда придут? Какие анунаки туда придут? Какие корабли с низкочастотными существами прилетят? Нет. Этого не будет. И вот если бы каждый человек построил свою вселенную мира, любви и радости, то уже завтра планета была бы совершенно другой. Вот такая у нас с вами сегодня интересная работа. Галактическая Луна будет у нас с вами ну вот 7 февраля 28 дневный цикл мы с вами можем ну более активировано что ли прожить это время. Использовать эти шансы, использовать эти возможности. С вами в построении собственной вселенной. субтитры субтитры